Всем привет! Даже с этим переездом все равно есть время между, когда грузчиков ждешь, между передаскиваниями, посмотрите какие-то видосы на ютубе, рекомендации вылезают. В том числе там всякие душеполезные тренинги, семинары, типа там фортепиано за три шага, шага рок-н-ролл за пять секунд и прочее. И мне стало интересно, раньше я такого избегал, мне стало интересно, что там рассказывают. И бог с ним, да, не будем называть имен там, потому что некоторые из этих людей, и не только рок-н-ролл не очень умеют играть, на фортепиано в целом, это на их совести. Но вот одна фраза конкретная, которую я в заголовок вынесу, каждый от природы музыкально, но эта фраза кочует из видео в видео. Видимо, надо чем-то забить бесплатную часть, таким душеполезным, мотивирующим, чтобы вдохновить людей купить платную часть. Я верю, что платная часть может быть гораздо более разумно, адекватно, но от этой фразы очень сильно прям корежат, потому что ну зачем так говорить? Это некрасиво, неправильно, мне кажется, даже это подло в каком-то смысле. Потому что, ну то есть, если каждый музыкален, да, в чем нужда вообще в определении музыкальности? Да, это как, не знаю, с эфиром, да, то есть концепция эфира не пригодилась, потому что если эфир везде, то как бы зачем он нужен, зачем его учитывать как какую-то физическую переменную, да, если нет места, где его нет. Так и с музыкальностью. Это целый большой набор качеств. Я бы сформулировал, забегая вперед, спойлер, эту фразу переформулировал так. Ну, это будет звучать не так интересно, более занудно. Ну, в общем, почти каждый, подавляющее большинство людей, музыкально хоть в чем-то, хотя бы в чем-то одном, а может быть несколько качеств, да. И вот, допустим, есть человек, который как... Привет, Вася, как мой единственный пока что ученик, с которым я вживую до сих пор занимаюсь, несмотря на коронавирус. Кстати, теперь же с моим переездом, если кто из Питера, можете, если не боитесь заразиться, тоже на занятия записываться живые. Так вот, у Вася, допустим, очень классно со схватыванием ритмических рисунков новых, да, но с запоминанием там текста, там конкретно мелодия, да, допустим, там проблемно. И вот, допустим, Вася, думая, что каждый природой музыкален, зарядившись этим делом, он воспринимает музыкальность как выполнение вот этой задачи, да, разбирает мелодию, не может и запомнить, да, ну, там, с первого, с второго, с пятого раза. И вместо того, чтобы подумать, что, наверное, надо еще двадцать раз просто, да, то есть кому-то три, а вот ему двадцать, да, Вася подумает, что, наверное, каждый музыкален, а я дерево какое-то. Вася не будет видеть, что люди даже с консерваторским бэкграундом, они могут там недели тратить на те ритмы, чтобы они так же качали, как там у Вася получается за вечер другой, да, вот, то есть, это очень много, это очень много разных вещей. И у каждого из моих учеников, ну, практически у каждого, у каждого из людей, с которыми я пересекался в музыкантском плане, там, какие-то джемы, что-то еще по жизни, было хотя бы одно качество, которое вот видно прямо, что там, то, что называется, дано гораздо больше, чем мне, склонность к этому больше, там, способность слышать какие-то вещи, делать какие-то вещи. И даже у тех, у кого вроде как напрямую чего-то музыкантского типа не дано, да, то есть всего вроде понемножку, чего-то выдающегося как бы вроде как нет, насколько можно со стороны судить, хотя все-таки же фигня. Это все часто компенсируется какими-то человеческими качествами, да, там, способностью фигачить по 6-8 часов, ну, в первую очередь, выделять эти 6-8 часов, да, хотеть этого, способность не уставать в это время, то, что называют талантом железной задницы, да. Вот, и я бы просто, я понимаю, что вряд ли будет так, что по запросу «каждый природный музыкальный», да, вот это видео будет верхним, я там что-то смогу кого-то предостеречь, да, но я бы просто очень хотел, чтобы люди понимали, что если какая-то конкретная музыкальная задача ваша, она не выполняется быстро, и вы видите даже, что, ну, стопудово оно так есть, да, как это хохма, что всегда есть какой-нибудь там, как бы вы хорошо что-то не делали, всегда есть 5-7 летний взят, который делает это лучше вас, да. Вот, и не сравнивайте себя в выполнении этой задачи с другими, точнее, можете в конкретном применении себя сравнивать, да, но не экстраполировать это в целом на свою некоторую какую-то такую музыкальность, да. Железно есть что-то, то есть вот, допустим, кто-то классно следует инструкциям, да, буквально выполняет указания, ты даешь ему, говоришь там, ну, просто там сыграй это, делай это по 40 минут в день, и потом смотришь, человек реально делал это по 40 минут в день, ну, прям реально, прям вот так делал, что вот прям классно, думаешь, офигеть, говоришь потом 2 часа, человек делает 2 часа, да, и человек не скучает, вот ему нравится выполнять задания, да, у кого-то, наоборот, такой-то такой бесенок, да, который все подвергает сомнению, делает по-своему, что-то придумывает свое, и это пригождается в итоге в импровизаторском плане очень хорошо, но там недобор, там будет там по части техники, еще чего-нибудь, короче, очень много критериев, я вот к чему веду, и не надо этим заряжаться, не надо тем более такое говорить, такое транслировать, я верю, что это очень хорошее намерение, но вот мне скажут, допустим, каждый природный фигурист, а я, допустим, наивно-чукольский мальчик, встану на коньки, да, и буду думать, что я сейчас четверные эти буду крутить, у меня ноги, как у меня будут расползаться, подумают, что, наверное, у меня что-то там с вестибуляркой или в целом какой-то неполноценной, конечно, естественно, это как бы, ну, с чем-то связанным с физиологией напрямую, да, там, со спортом, у людей как бы хватает интуиции, чтобы понять, что, ну, у кого-то руки длиннее, там, не знаю, там, центр тяжести ниже, еще что-нибудь, да, а с музыкой, вот как-то такая вот темная лошадка, почему очень много людей, которые на этом деле, так, в общем, не то чтобы паразитируют, но, в общем, могут вот какие-то такие вещи транслировать, там, типа, каждый здесь, каждый там и прочие оценочные штуки, потому что человек как бы сам пока не попробует тут постучать, там посчитать, там поиграть, да, человек сам про себя еще этого не знает, и если ему говорят, что у него вот вся эта картина вроде в порядке, заранее, то потом ты можешь либо, если получается, типа, ну да, я же музыкален в природе, естественно, как и каждый, да, не чувствует в этом свои заслуги, а если что-то не так, да, то будет думать, что это с ним что-то не так, да, а не с этой заведомой установкой, ну, как с, не знаю, с врачами или учителями, да, если, типа, ты там кого-то не выучил нормально, да, или не вылечил, человек умер, то, значит, это очень плохой врач и учитель, да, если все получилось нормально, ну, то это твоя работа, правильно, вообще-то, ну, скажем спасибо, там, Господи, что там, что он выздоровел, или там, что нам так повезло, там, с ребенком или со школы, да, то есть не будут приписывать заслугу, вот внутри вас есть какой-то такой вот набор качеств, да, многие из которых вы точно хотели бы поменять, и это можно поменять, опять-таки, человека часами в большинстве случаев, почти всегда, просто кому-то понадобится час, кому-то 10, это нормально, да, но некоторые такие моменты все очень важно обнаружить и понять, ага, вот это моя фишка, вот тут эти ребята тупят, а я нет, но вот тут они меня перегоняют, и, как бы, либо исходить из того, что вам нравится, у вас получается, да, и просто делать этого больше, либо, если как-то без этого не обойтись, то запастись терпением и понять дальше, вот тут, возможно, тут даже 99% людей на планете будут круче меня, но сейчас я, сейчас я возьму это дело, раскалю, как бы, и по всем остальным фронтам, у меня будет шоколаднее, чем у них, короче, в целом, сравнение с другими людьми, если оно и уместно, то только в каких-то отдельных таких вот критериях, типа, этот чувак играет ритмичнее меня, почему, что он делает, да, там, башкой кивает, ногой топает, там, чувствует ритм внутри себя, да, то есть, вот, по каким-то отдельным практическим задачам, да, нормально, но вот это вот, что-то он музыкальный меня, или, там, каждый музыкальный, в целом, вот эта вот такая-такая общая абстрактная штука, она довольно бесполезна, вот такие дела. Все, всем хорошего вечера, буду разгребать все это великолепие. Субтитры сделал DimaTorzok